1 миллиард 700 миллионов рублей будут вложены в ремонт красноярских дорог в этом году. На 42 городских улицах поменяет дорожное полотно. Причем улицу Ленина ждет капитальный ремонт. Еще два объекта будут продолжены с прошлого года. Это коммунальный мост и участок Гадашевки в советском районе. Примечательно, что миллиард 700 миллионов – ремонт такая же сумма, что и в прошлом году. Поэтому объемы и ремонтов, и дорожные осложнения, с ним связанные, красноярцы могут уже себе представить. И все же уроки 17-го были усвоены, поэтому в этот раз ремонтировать будут по-другому. Во-первых, начнут сильно раньше. По сути, уже начали. Проектную и конкурсную документацию подготовили еще в декабре, а торги на конкретные объекты проведут уже в феврале. Во-вторых, добавляется общественный контроль. Мы хотим, чтобы во всех контрольных мероприятиях участвовали и представители общественности, и депутаты различных уровней, ну и просто неравнодушные граждане. Мы сейчас готовим запрос в законодательное собрание Красноярского края, в городской совет депутатов, чтобы представители этих законодательных органов принимали участие в контрольных функциях на каждом объекте. Тем временем на этой неделе в городской администрации произошли очередные кадровые перестановки. Департамент транспорта возглавил Дмитрий Петров, ранее работавший в коммерческих организациях в сфере автотранспорта. Прежний же глава департамента Игорь Ким теперь возглавил Октябрьский район Красноярска. Другой крупный район города, Советский, тоже обрел нового руководителя. Им стал Андрей Коротков, перешедший в администрации и структур МЧС. Напомним, что в самом конце декабря в еще один большой район, Свердловский, руководителем был назначен Игорь Титенков, бывший глава департамента городского хозяйства. И все кадровые перестановки мы будем обсуждать с главой Красноярска Сергеем Юрьевым. Сегодня у нас в гостях в студии. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем о формировании команды. По какому принципу подбираете людей? Опыт и хозяйский подход. Вот здесь он крайне важен для вот этого периода времени. Поэтому все кандидатуры, которые рассматриваются, я пропускаю через вот этот фильтр. Ну, конечно, есть еще такой, наверное, где-то формат внутреннего ощущения. У человека должны гореть глаза. Вот как только взгляд такой равнодушный к теме, тебе говоришь, вот эти задачи надо решить, эти задачи. Если он, говорит, так, опустив голову, ну, хорошо, пойду заниматься. Ну, не будет толку. Почему людей в погонах вот такой вот выбор? Вот тот же Андрей Коротков, да? Мне кажется, это наоборот. Такой хороший знак. Я его оцениваю очень просто. Если человек умеет, и он призван служить Отечеству, вот он всю жизнь служил Тродине, плюс хозяйские умения и хозяйский взгляд на вещи, вот этот симбиоз качеств, мне кажется, как раз будет подходящим для управления такой большой территорией, как Советский район. Вот как раз в трех больших районах, и самых развивающихся районах, это Свердловский, Октябрьский и Советский районы сменились к главе. Это три базовых района, где расположены объекты-универсиады. Какие задачи вы поставили перед новыми главами? Ну, действительно, я, наверное, так публично об этом не говорил. Это вы уже, наверное, поняли, исходя из той конфигурации как раз тех районов. Ну, она явная, на самом деле. Да, да. Поэтому главы это будут уже на вот период восемнадцатого года в хорошем смысле прорабы вот всей нашей деятельности. Потому что они будут первые мои глаза, уши, там, руки для того, чтобы понять, что происходит на месте. То есть они лучше должны, как я и говорил, чувствовать. Они должны видеть, не знаю, там, каждую помойку, там, каждую бумажку, там, каждый покосившийся стол и так далее. Сергей Васильевич, вот в этом отношении, извините, я вас перебью. Еще два назначения. Игорь Тетенков в Свердловском районе, это бывший руководитель департамента городского хозяйства. И Игорь Ким в Октябрьском районе, это бывший руководитель департамента транспорта. Но, скажем так, честно, на своих предыдущих местах особых успехов они не добились. Это второй шанс? Здесь не надо так рассматривать. Второй шанс, это все-таки, давайте, по Игорю Петровичу я уже говорил. Тот пласт работ, который был сформирован, ну, вообще, наверное, ни один человек на планете просто не сможет физически вытянуть. Поэтому сейчас-то мы и посмотрели структурно, как правильно перенастроить систему управления. Поэтому плюс второй момент, который очень важен для этого периода, считаю, это как раз, наверное, тот взгляд, вот то желание и любовь к своему району. Вот у него это точно для него присуще. Поэтому я, когда его представлял, я сказал, он вернулся в родной дом. У Кима ситуация тоже очень простая. Район в большей степени такой динамично развивающийся. Там будут проходить все массовые мероприятия, связанные с универсиадой. Поэтому нужен новый взгляд, абсолютно новый взгляд, имея опыт уже предыдущей работы, новый взгляд на район. Мне нужно, ну, посмотрите, мне кажется, мне вот точно показалось, что это так. Вы объявили час благовое устройство. Это когда главы районов, это касается, прежде всего, их, должны час, это каждый день должны, да, да? Час в день, я так понимаю, да? Должны они проходить по своему району, даже те места, которые самые глухие, может быть, даже эта территория какая-то вообще бесхозная, и смотреть, как вы говорили, свалки и все остальное, да? Каждый день. Там маленькая идеология была не в этом. Я же сказал, главы, это вообще прорабы территории. Они должны каждый день это все видеть. Я ввел это как контрольный такой срез для себя поставил. Когда я буду еще проходить вместе и говорить так, мы это сделали, не сделали. То есть мы начнем уже со следующей недели. Я сейчас дал время для того, чтобы подготовиться. Они сейчас все бегают, ревизируют все вот эти направления. Понятно, начинаем с таких наиболее востребованных и, ну так, магистральных, назовем, направлений в нашем городе. Поэтому сейчас они провозят ревизию, себе все выписывают. Опять же, глазами вот пройди, и будет все понятно. Еще один вопрос, как долго будет проходить формирование команды. Потому что времени у вас, на самом деле, не очень много для того, чтобы привести город в порядок. Я даже на аппаратном совещании в понедельник сказал, все, вот старый Новый год прошел, Новый отметили, все, уже законно, 2018 год. У вас у всех есть руководители подразделений, департаменты, управления, главы все укомплектованы. Товарищи все за работу. Поэтому я уже к вопросам кадрового обеспечения глубоко не подхожу. Это все, считаю, линейка у нас сформирована. Теперь буду только ставить задачи и спрашивать, как это все осуществляется. Спасибо, Сергей Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. У нас в гостях был глава Красноярска Сергей Еремин. Ну а далее о выпуске. Прошел с аншлагом. Это я сейчас о концерте Красноярского симфонического в Москве. За что московская публика любит сибирские коллективы и сколько стоят билеты с рук на постановки наших режиссеров? Об этом далее в программе. Не переключайтесь.